Здравствуйте! Шоколадным орнаментом можно украсить и бока, и верх торта. Сегодня мы показываем вам способ нанесения шоколадного узора на бока торта. На пергаментную бумагу наносим карандашом орнамент. В виде ленты высотой немного выше торта и длиной немного больше окружности торта. При необходимости для достижения необходимой длины можно подготовить две ленты. Переворачиваем бумагу и приступаем к нанесению рисунка шоколадом. Для выполнения мелких и тонких рисунков удобно использовать карнетик. Способ изготовления бумажного карнетика для украшения тортов вы найдете в разделе «Кулинарные хитрости» на нашем сайте. videokulinary.ru или по-русски videokulinary.rf Рисуем на ленте шоколадный узор. Здесь свобода фантазии и вдохновения. Со временем, конечно, можно не наносить рисунок карандашом, а сразу рисовать шоколадом. Все приходит с опытом. Мы показываем три вида орнамента. Способ украшения верха торта шоколадным кружевом вы найдете на нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinary.rf в разделе «Украшения тортов». Бумажные ленты с шоколадным орнаментом отправляем в холодильник на несколько минут. Шоколад должен немного охладиться, но не стать твердым. Вынимаем из холодильника бумажные ленты с орнаментом, оборачиваем ими торт шоколадом внутрь. Приглаживаем, слегка прижимая. Ставим торт в холодильник на 15 минут. Вынимаем и аккуратно удаляем бумагу. При желании делаем кремом окантовку на поверхности и у подножия торта. Отправляем торт минимум на один час в холодильник. Вынимаем из холодильника, нарезаем торт теплым и острым ножом и подаем к чаю или к кофе. Вдохновения вам! Удачи и красивых тортов! Субтитры подогнали Симон!